Первый раз я встретился с Гавлом, а сразу после того, как меня брали одним кандидатом в 2005 году, и тогда у меня было несколько визитов в Швецию, в Литву, в Польшу, в Чехию, в Ханцию, и где были встречи с высокими людьми, с керавниками державы, поддержка была. И вот я добро памятую, что когда прилетел в Прагу, то я хваливался там перед встречами с Гавлом, но значно больше, чем перед встречами с керавниками державы. Но и они керавники, и они, конечно, выдатные люди, знакомитые, дядомые, по прессе, а этот человек для меня был человек великой особой, человек Европы, человек, который заработал не только для своей крови, и сколько сделал для того, чтобы слово «демократ» стало зрозумелым для стран постаталитарных. И в дискуссиях с ним, особенно первая встреча, это была долгая дискуссия, и я добро памятую, что он говорил на приклад об тем, что с его понту гледжения самое главное – сдобыть свободу без крови. Он был человеком мирных революций. Он сказал, что без революции это неможима, а для кровавой революции чаще всего все кончается тем, что начинается жесткое романское сопростояние, и может появиться новое округ. И сказал, что вы можете сделать все, как принять власть таким образом, как будовать новую Украину на базе мирной революции. Цикавился Белору все время и много читал про ее, так очувалось. И вот запала так самая некоторая фраза, она потом повторялась и у нас, но он сказал, что вы без Европы не будете полноватой Украиной, как и Европа без вас не будет полноватым объединением. И я много делал для того, как нас долучить, не влияющим на диктатуру, из-за этой тяжкости пропагандовать Беларусь на Заходе, заход свои проблемы мая, и Беларусь не такая уж интересная Украина, как нам сдается. Я думаю, что его можно лечить, он пассатором Беларуси на Заходе. Все, что какие-то слова говорили за все, прислуховывались. И он запрашивал меня несколько раз на великой форуме, называется форум 2000, это подъеда Европы фундации организовывалась, приезжали философы, эксперты, политики, известные люди, их там собиралось до тысячи человек, великой форум. И сдавалось, что не варто другого человека, столько ли он хлопотал, а и он за все, и запрашивал нас встречу, и запрашивал не тому, что это я, а тому, что представник Беларуси, и он хотел еще раз почуть, какие проблемы, что он может сделать для этой Украины. И я думаю, что даже жаль таких людей, каких можно назвать народными президентами, ведь не тяжко продбачить Украину и стал их демократом. Там заусульно сопростояние правных групп, довольно ровная боротьба, а этот человек в один порыве был приняты большестью. Большестью людей был символом, был соправным лидером. Вот за взрослый лес, за взрослый чехом, что они имели такого человека, нам велье важно иметь таких, таких особо, таких особо. Вот, ну и Нарслав Гаул не может померться, потому что это человек, который несет с собой образ свободы, что для нас так само велье нет. Это форшка.